Чаще смотри не на землю, а на небо, и тогда мысли твои поездят ясные и лёгкие. Привет, я Даша, я сегодня не одна, мой заяц заглядывает в камеру, ему интересно, что там происходит, так что извините меня. Возникло вот у меня желание рассказать вам о книге Руслана Скрынникова «Кошка уронила цветов комнаты», замечательно. О книге Руслана Скрынникова «Минин и Пожарский», соответственно, великие люди, которые спослились от эпохи Смуты, вытащили её из тьмы. И так Кузьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский. Книга охватывает эпоху Смуты, как уже можно понять, и начинается с эпохи правления Бориса Годунова, и заканчивается с правлением Михаилом Романовым, первым из Романовых. И в самом начале автор сразу нам рассказывает, кто такой Минин, кто такой Пожарский, об их родословной, откуда они родом, и даже как произошла фамилия, если я не ошибаюсь. И далее предоставляет нам поразительно точную картину произошедшего с аналогической точностью, то есть постепенно, как разворачивались события, как Минин пришёл к тому, что созвать народ на «Эй, давайте скинемся и уже что-нибудь сделаем». А Пожарский выступил в этом движении, и они же не сразу стали, что один собирают деньги и клички дать по людям, а другой стал воеводой. То, как они шли по своему пути, очень подробно расписано, при этом автор не забывает нас знакомить с происходящим на политической арене, на политической сцене. Они рассказывают нам, что случилось с Борисом Гудуновым, как долго правил его сын, какая судьба постигла его дочь, о лжи Дмитриях, то есть всё вот это, всё подноготное, кто на что повлиял. Что касается недостаток, книги не к целлинию есть, но они не умаляют её достоинств. В моем глазах самый серьёзный недостаток, так что там фигурируют два сапеги. Это фамилия. Настя, привет! И один Ян, другой Лев. И оба значимые люди в истории. При этом, когда было такое, что пару раз автор назвал фамилию, но не назвал имя, Ян или Лев, я сидела задача, кто же имел в виду из них двоих. Далее, мне не понравилось, что он слишком изобилирует такими словами, как «самозванец» и «целёк». Я вообще против экспрессии в книгах, посвящённых истории. Я считаю, что дело историка — донести до читателя информацию, а уж судить об истории будет сам читатель. А так как он всё-таки самозванец, «целёк» — это уже какой-то шаблон применяется по отношению к человеку, это его идёт осуждение. То есть, ну мало ли, это, конечно, совершенно уничтожен процент вероятности, вдруг один лже-дмитриев не был лже. То есть, такой вариант, он хоть уничтожен, но всё-таки мало ли. И поэтому я считаю, изобилировать такими словами, типа, прям в каждой сочке стащается, это несколько через чёрт. Ну, это всё мои придирки. Книга совершенно замечательная, изумительная. И вот с такой точностью передаёт всё происходящее в то время, несмотря на то, что название книги именинно-пожарский, книга соответствует этому названию, не делается вот прям акцент чёткий на... Ну, делается, конечно, но книга всесторонней обозревает эту эпоху далёкую и раскрывает её какие-то тонкости, какие-то нюансы. Очень интересна судьба Марии Мнишек. Очень меня поставила в тупик, в недоумении, и разосериваю руками сказать, как же так, дальнейшая судьба Минина и Пожарского после того, как они сыграли свою достойную роль в истории. Очень много я, допустим, не знала, что сын Бориса Годунова тоже правил. Я думала, вот был Борис Годунов, и потом там Шуйский всякий, Лжедмитрий и так далее, а про сына Бориса Годунова я даже и не в курсе была. То есть эта книга открывает многие реалии, о которых человек, может быть, ну, не знал, или знал да забыл. И я очень советую всем про чтение, я получила просто колоссальное удовольствие. Мейтезай смешит. Я получила колоссальное удовольствие от чтения, и всем очень советую, рекомендую и так далее. На этом всё. Я желаю вам не повторять ошибки истории, а повторять только положительные моменты в этой истории, учиться на них, на ней, и всего хорошего, до скорых книг.